А тем временем в стране все громче скандал вокруг ЕГЭ. Второй год подряд в ночь перед экзаменом по русскому языку в интернете появляются бланки с правильными ответами. Эта проблема дошла до федерального правительства. Накануне вопрос с ЕГЭ обсуждался Дмитрием Медведевым на совещании с вице-премьерами. О том, как обстоит дело в нашей республике, пытался разобраться Адам Абазов. Экзаменационная лихорадка давно уже стала прибыльной индустрией. С каждым годом в интернете появляется все больше сайтов, предлагающих купить не только задания диных госэкзаменов, но и готовые ответы на них. На страницах сайтов в открытом доступе такие новшества ресурсов, как возможность оплатить ЕГЭ через банк, скачать окончательный список распределения вариантов ЕГЭ по регионам и СМС-поддержка, получение ответов на телефон. Чтобы заказать задания и ответы, предлагается заполнить небольшую форму. Имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Условия оплаты диктует исполнитель. Одни утверждают, что выпускник получит свой вариант ЕГЭ абсолютно бесплатно. Нужно только открыть несколько рекламных ресурсов. Другие утверждают, что получить доступ ко всем вариантам заданий и ответов можно всего за 500 рублей. Правда, результат чаще всего оказывается плачевным. Шансов получить на экзамене приобретенный вариант нет. Тесты формируются перед отправкой в регион, а все задания с базы данных перемешиваются программой. Не стоит надеяться и на нашумевшие сообщества в социальной сети ВКонтакте. На время экзамена все они блокируются. Те же выпускники, которые выложат фотографии с ответами, будут сурово наказаны. У нас зафиксирован один случай. Это грубое нарушение, когда выставляют контрольные измерительные материалы в сети интернет. Такой случай у нас зафиксирован в Прохладницком районе. Поскольку это информация ограниченного доступа, это разглашение информации ограниченного доступа, к которому относится КИМ, абсолютно точно работа этого ребенка будет аннулирована. Конечно, большинство 11-классников предпочитают надеяться не на авось, а на свою подготовку. Кроме того, любая попытка получить готовые ответы ставит выпускников в заведомо неравные условия, а результаты ЭГЭ под сомнение. Мне было очень неприятно, когда я узнала, что вот в интернете выложили, допустим, ответы. И не совсем честно, что я готовилась весь год и тратила на это действительно усилия, а кто-то сам, ну точнее не сам, а списал. Впрочем, учителя признают, школьная программа дает только необходимый минимум знаний, а чтобы претендовать на поступление в ВУЗы, без репетиторов не обойтись. Удовольствие это не из дешевых. Поэтому, если дети хотят поступить, получить высокие баллы, им приходится крутиться, вертеться, списывать, где-то искать ответы. Это недобросовестно, не честно, но вот как-то вот положение вещей, это, наверное, заставляет детей вот так себя вести не очень правильно. В Министерстве образования республики подчеркивают, надеяться на купленные ответы не стоит, подлинными они быть не могут. В интернете ориентироваться можно только на официальные сайты, такие как ег.еду.ру. Там выложены демо-версии тестов с примерными заданиями. Они дают дополнительные возможности подготовиться к экзамену. Адам Абазов, Азамат Табухов, Анзор Кашироков, Вести Кабардино-Балкария.